Наши края пришло солнце и несколько силы сейчас отсвечивает на данную камеру. Так, сейчас пробую сделать потише. Давайте проверим в таком режиме. Как у остальных. Отлично, да, спасибо за вашу обратную связь. И так как звук мы уже проверили, то, собственно, можем переходить к нашему сегодняшнему вебинару. Технический анализ Price Action, еженедельный обзор основных инструментов, ответы на ваши вопросы, как всегда, будут. И перед началом представлюсь. С вами, как всегда, я, Исаков Роман, оригинальный менеджер компании Нуромаркетс. В компании Нуромаркетс работаю уже этим летом, да все еще пока будет 5 лет. Но то, что более важно, мой опыт на финансовых рынках, ради чего, да, вы, собственно, пришли на данный вебинар, составляет порядка 7 лет. В рамках данного вебинара я делюсь своими наблюдениями о рынке. И важно помнить о том, что все то, о чем мы с вами говорим, все то, что мы с вами разбираем, является моим мнением на текущую ситуацию и не может быть воспринято как прямой рекомендацией к действию. Для этого сейчас перед вами на экране предупреждение о рисках. Всегда важно знать, особенно когда вы только начинаете работать в данной сфере, в данном направлении, что торговля на финансовых рынках, особенно с кредитным плечом, может привести к потерям ваших средств. Поэтому контролировать риски всегда, безусловно, важно. И давайте перейдем к нашему сегодняшнему вебинару. Будет несколько вопросов, которые я получил на почту. И, собственно, разберем рынок, посмотрим, что произошло с предыдущей неделей и что интересного мы можем ожидать. Также те вопросы, которые вы не успели еще прислать мне на почту, то можете написать их в чат, и, собственно, мы сегодня их разберем. Первый вопрос, который был от участника нашего вебинара, я предлагаю сразу же на нем и остановиться, и, собственно, его разобрать. Вопрос был касательно валютной пары, австралийский доллар, швейцарский франк. Довольно-таки экзотичный кросс-курс, но, тем не менее, если данный интерес возник, то имеет смысл его разобрать. И вопрос, он заключался в том, имеет ли смысл открывать сделку на продажу по данному инструменту. Я напомню, сейчас разберем как раз три основные таймфрейма, то есть день, 4 часа и час, и посмотрим, какие тенденции можно выявить на текущий момент, что преобладает и, собственно, что можно ждать по данной паре. Напоминаю, один из ключевых моментов, который мы отслеживаем, это тренд, это тенденция. Если сейчас я схематично изображаю, если у нас тенденция сохраняется нисходяще, то мы принимаем во внимание то, что тенденция и на всем протяжении будет неизменной до тех пор, пока не сработает альтернативный сценарий. В данном случае, если мы говорим о тенденции нисходящей, как мы сейчас видим по данной паре на дневном таймфрейме, то отмена данного сценария произойдет в том случае, если цена уйдет выше локального максимума, который мы можем выявить по данному движению. То есть, собственно, если мы увидим вот такую тенденцию, вот такое движение, то тогда уже вероятность изменения тренда будет в приоритете. До тех пор, пока пара торгуется ниже данного уровня, то есть если мы... А, сейчас я попробую убрать. Берем вот таким образом. И до тех пор, пока пара торгуется ниже данного уровня, ниже данного значения, то основная тенденция сохраняется. Соответственно, присоединение на продажу, то есть в сторону основного тренда, оно будет, безусловно, интересным. В данном случае, по данной паре, мы можем выявить как раз вот эту точку. Сейчас на графике мы это тоже посмотрим, разберем более подробно. Сейчас вот хотелось бы дать ответы по тем скриншотам, которые, соответственно, были направлены. И сейчас мы видим вот коррекцию в данную область, но пока уровень сопротивления, ближайший уровень сопротивления для дневного таймфрейма, он еще не был преодолен. Так, стрелочки не видно. А то, что рисую, надеюсь, что это видно. Илья, подтвердите, пожалуйста. Ну и также основные участники. Я тогда буду обводить то, о чем я говорю. Ну, да, рисование видно. Хорошо. Отлично. Сейчас перейдем в метатрейдер. Еще раз это посмотрим. И там, я думаю, что все будет видно. То есть, на текущий момент мы видим, что пара для дневного таймфрейма находится в коррекции. В коррекции она будет до тех пор, пока не будет преодолен уровень данной области, которая отмечена сейчас. Вот я ее горизонтально отметил. То есть, все, что будет ниже, все ситуации на присоединении, которые будут появляться, они будут как раз идти в сторону основного тренда нисходящего. То есть, ту ситуацию, которую мы сейчас видим по австралийцу на дневном таймфрейме. Соответственно, до тех пор, пока торгуемся ниже данного уровня, обозначу его R, сопротивление, то, соответственно, и на более мелких таймфреймах интересна ситуация на продажу. В данном случае переходим. Давайте перейдем на следующий слайд. Уже 4 часа. Вот та же самая ситуация, которую мы сейчас разберем. Еще раз, уровень, который у нас здесь сформирован, для 4-часового таймфрейма, он находится здесь, в данной области. Соответственно, если пара уходит выше данного значения, закрепляется, то тогда уже разворот тенденции будет более вероятен. Но пока торгуемся ниже данного значения, то основной сценарий, сценарий номер один, он пока сохраняется именно на снижении. Еще раз напоминаю, до тех пор, пока не преодолен данная область. Почему мы рассматриваем ее? Потому что у нас существует следующая формация, то есть есть импульс, есть коррекция, есть следующее обновление локального минимума. То есть она уходит дальше вниз. Соответственно, данное значение, данный ценовой уровень впоследствии станет, как сейчас мы видим, областью сопротивления, вблизи которой может появиться и разворотная формация, разворотный паттерн. Ну и часовой таймфрейм, по часовому таймфрейму. Сейчас перейдем лучше в метатрейдер, для того, чтобы это посмотреть более детально. И по ордеру, я сейчас обратил внимание, то, что написано buy limit, то здесь должен быть ордер на продажу, то есть либо sell limit с данного ордера. Сейчас мы перейдем в метатрейдер и более подробно рассмотрим данную ситуацию. Так, я думаю, что будет более эффективно. Итак, сейчас запускаем метатрейдер. Итак, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюс. Если у вас он появился, если вы его видите, напишите, пожалуйста, в чат. Отлично. Итак, вот та же самая ситуация. Пара австралийский доллар, швейцарский франк. То есть мы плавно подошли к тому, что на дневном таймфрейме мы видим область сопротивления. Для четырехчасового таймфрейма, то есть, собственно, вот остается та же самая область актуальна. И вблизи данного уровня, если мы получаем сигнал на нисходящее движение уже на более мелком таймфрейме, то вероятность движения уже непосредственно по направлению вниз, то есть ближайшей целью в область 7149, оно будет более вероятна. Основная ситуация в том, чтобы как раз увидеть на более мелком таймфрейме, на часовом таймфрейме, завершение вот этого восходящего движения, то есть, по крайней мере, первые признаки этого завершения и уже присоединиться по той тенденции, которую мы видим на рынке. Один из ключевых моментов, давайте я как раз на примере данной пары расскажу еще раз, то какие ситуации из элементов price action, я отслеживаю, и в данном случае по данной паре мы еще раз эту ситуацию разберем. Во-первых, как мы пошли, с чего началось данное восходящее движение. До начала июня мы видели как раз тенденцию нисходящую из области локального максимума 74,58 до уровня 71,40. Движение было порядка 300 пунктов. Собственно, когда мы видели, что цена пошла уже в коррекцию, то есть, я напоминаю, что если тенденция у нас основная идет на снижение, то чем дороже мы продадим, тем для нас это будет интереснее. Соответственно, по данной паре мы можем рассматривать ситуацию на продажу и уже первое, что нам нужно понимать, когда началась коррекция. Вот давайте вернемся на первые дни июня, июня, да, первое, второе июня. Собственно, для часового таймфрейма, что мы здесь видим и каким образом мы можем отслеживать последнюю установку, которая была. Первые предпосылки начались еще в конце мая, но уже вот последняя тенденция, разберем непосредственно с нее. Был локальный минимум, к которому подходили 1 июня и 2 июня. То есть сформировалась та область, которую пара пока не смогла преодолеть. Затем 3 июня, 5, прошу прощения, тоже была следующая неделя, мы видим то, что цена уходит выше максимум предыдущей торговой сессии, то есть выше максимум, которые были зафиксированы в пятницу 6 июня. И в свою очередь данный как раз сигнал дает нам предпосылки на то, что на текущий момент пока продавцы не столь сильны и на рынке начинается коррекция, по крайней мере в рамках часового таймфрейма. Мы пока еще не знаем, насколько затяжной эта коррекция будет, но завершение как раз вот этой коррекции может послужить нам интересной точкой для присоединения уже в сторону основного тренда. Я напомню, что чуть ранее, в конце июня, мы видели практически похожую ситуацию. То есть был локальный максимум, максимум 26 мая, за ним закрепились выше 30, то есть что в свою очередь нам говорит о коррекции на текущий момент по данной паре. А уже 31 мая цена пробивает минимум предыдущего дня и тенденция основная продолжается. Ну и собственно мы видим следующий импульс на снижение. То есть то же самое могло произойти и по данной паре в любой из дней. Но что мы с вами видим? Если мы с вами отметим локальный минимум по тем дням, которые были, вот сейчас у меня на графике разграничены торговые дни, то есть есть вертикальные уровни, которые показывают ровно один день, ровно одни сутки. Почему одни сутки? Потому что за этот период работают все основные торговые площадки, которые связаны с валютами. То есть это и Тихоокеанская сессия, и Азиатская, и Европейская, и Американская. То есть все участники успели, что называется, приложить руку в данном событии. И поэтому мы отслеживаем то, как закрываются у нас соответственно дни. Если сейчас мы отметим каждый минимум за торговый день, который был, собственно мы с вами увидим то, что цена постепенно повышается. Каждый последующий минимум дня он идет все выше предыдущего. Он иногда совпадает. То есть цена не уходит ниже локальных минимумов, которые у нас зафиксированы. Идем дальше. То есть фактически тенденция сохраняется на протяжении практически двух недель. На текущий момент по данной паре. Начиная с 5 июня и сегодня уже 19, примерно 14 календарных дней. А вот Оксана, вижу ваш комментарий. H1, уточните пожалуйста, что имейте в виду. Если есть какой-то вопрос, то можете его написать чуть более подробно, чтобы я смог на него ответить. И, собственно, сегодня мы видим первую попытку пробить локальный минимум за последние 14 торговых дней. То есть фактически на прошлой неделе в пятницу цена дошла до локальных максимумов область 74.28. Сегодня буквально на несколько пунктов цена его обновила. И дальше уже с утра в 9-10 часов цена пошла обновлять локальный минимум. То есть фактически мы видели одну свечу, одна целая свеча, которая и открылась и закрылась ниже минимума предыдущей торговой сессии, то есть пятницы. Да, все верно. На графике таймфрейм у нас сейчас стоит H1, то есть часовой. Сейчас вот по данной паре стоит у меня часовой таймфрейм, который мы и рассматриваем. Соответственно, вот данный сигнал, он является безусловно косвенным, но тем не менее очень часто он, особенно если возникает на часовом таймфрейме, может привести к тому, что тенденция поменяется, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Особенно сильными сигналами здесь будет то, что данный сигнал формируется уже вблизи более сильного уровня сопротивления. Как на текущий момент по четырехчасовому таймфрейму мы видим область 74.61. И в свою очередь данный сигнал, данное движение уже может послужить началом как раз того импульса, который пойдет в область локальных минимумов, то есть в область 71.46. То есть ближайшая цель по данному движению, который у нас может произойти по данному инструменту, это движение в область 71.53. Давайте для примера, чтобы мы смогли также потом и отследить данную ситуацию по данной сделке, проведем открытие по данному инструменту. То есть безусловно важно понимать, помнить о том, что это не какая-то стопроцентная сделка, то есть мы все находимся с вами в сфере инвестиций, в сфере трейдинга, здесь 100% ничего не бывает, только если вы, к примеру, покупаете облигации, государственные облигации, которые могут давать 1-2% годовых, то здесь вы максимально приближены к тому, чтобы до 100% и то что-то может поменяться. Но здесь в данном случае мы всегда выбираем вероятность наиболее благоприятного исхода. В данном случае по данной сделке ситуация выглядит как раз таким образом, что очень много факторов, которые подтверждают начало нисходящего движения и которое может продлиться до области 71.54. Практически та же самая ситуация, которую мы с вами отмечали ранее, вот сейчас, прошу прощения, сразу же перейду, по паре американский доллар-японская иена поднимем в новом таймфрейме, то есть, собственно, вот движение из данной области, которую мы отмечали несколько, ну, так же в начале мая, да, начинали говорить о данной ситуации. Поэтому давайте для примера откроем, да, сделку и, собственно, будем ее отслеживать. Как это будет происходить? Напоминаю, что в рамках приложения MetaTrader 4 Supreme Edition есть очень удобная функция, которая называется «Мини-терминал». Находится она в разделе «Советники» и она позволяет очень удобно рассчитать риски по вашей позиции. Давайте для примера по данной позиции, которую мы сейчас разберем, еще раз, да, вернемся к рискам, вернемся к такому вопросу, как риски. К примеру, если депозит составляет 10 тысяч и риск на одну позицию у нас составляет 1%, то рисковая сумма в данном случае у нас будет равна 100 долларам. Теперь нам нужно выбрать тот объем, при котором, входя, к примеру, по текущим ценам, риск, он составит не более, чем данная сумма от депозитов. И еще один очень важный момент – область стоп-лосс, да, уровень стоп-лосс. Я думаю, что все помнят такое правило, как ставить за уровень, да, стоп-лосс мы ставим за уровнем, ты, к примеру, мы ставим внутри уровня. И такое дополнение, я думаю, что все об этом помнят, но лишний раз об этом сказать стоит. Это на какую величину, да, убирать стоп-лосс за уровень. Как правило, здесь можно использовать 2-3 средних спреда по той паре, которую вы отслеживаете. К примеру, вы можете запустить спред-индикатор, который также находится в приложении Supreme Edition, и посмотреть, какой на текущий момент спред. Так как данная пара является кросс-курсом, спред по ней довольно-таки большой, то есть сейчас мы видим его в районе 4-х пунктов. Поэтому, если ставить стоп-лосс, да, по данной паре, то его нужно убирать, ну, как минимум за 10 пунктов от текущей цены. То есть это примерно область получается 74,39. То есть вот именно сюда имеет смысл поставить стоп-лосс при открытии сделки на продажу. Теперь давайте я покажу вам, как еще раз пользоваться калькулятором риска. Для этого необходимо открыть мини-терминал в поле лоты. Нажимаем кнопку Ctrl, да, ее держим, и левой кнопкой мыши, собственно, по значению лоты. Нажимаем. У нас появляется окно, и здесь нам нужно указать расстояние в пунктах до нашего стоп-лосса. В данном случае у нас будет 36, ну, давайте 37 пунктов, да, округлим. 37 пунктов. И фиксированный риск в деньгах, да, то есть мы уже посчитали, что это 100 долларов. И, собственно, нам нужно определить, каким объемом мы можем войти, чтобы сохранить данный риск 1%. Если вы рассматриваете для себя риск меньше, то, соответственно, указывайте сумму меньше. И у нас появился объем 0,26 лота. Соответственно, можно здесь нажать сразу «Установить лоты». И если мы будем открывать уже сделку по рынку, то здесь фактически все, что будет выше данной области, данной линии пробития, оно будет для нас интересным. То есть данная цена будет интересна для входа. Соответственно, здесь можно рассматривать и вход непосредственно по рынку. Поэтому можем нажать, к примеру, продать. То есть система просит нас подтвердить. И у нас открылась сделка. Стоп-лосс установлен по текущей ценности. Сразу же мы можем и установить take profit по той области, которую мы отслеживаем. Даже take profit можно чуть повыше, чтобы значения за несколько торговых дней в него попадали. Потому что цена не всегда может сразу же дойти до той цели, которая была отмечена. И, собственно, здесь мы получаем сделку, которая интересна с точки зрения рисков. Потому что мы в ней, к примеру, рискуем 100 долларами, а потенциальная прибыль может быть порядка чуть более 600 долларов. То есть фактически 1 к 6 соотношение риска-прибыль. То есть если эта ситуация реализуется то, как мы ее запланировали, то мы получим 6% против 1%, которым мы рисковали. Ну и, собственно, в таком же ключе нужно подходить к каждой сделке, которую вы отслеживаете. Спасибо участнику, который прислал данный вопрос. Действительно, ситуация довольно-таки интересная по данной паре. И, собственно, дальше ее также будем отслеживать на следующей неделе, на нашем следующем вебинаре, который также будет в понедельник. Мы посмотрим, какой результат по данной сделке и что, собственно, по ней будет происходить. Итак, если, коллеги, у вас есть какие-то вопросы, дополнения по текущей ситуации, то, пожалуйста, напишите. Я с удовольствием отвечу. Ну, а пока вы пишете ваши вопросы, я перейду уже к основным валютным парам. И давайте посмотрим, что у нас на следующий момент происходит на рынке и что мы отслеживаем уже по основным инструментам, по таким, как евро-доллар, фунт-доллар и так далее. Давайте так, если вопросов по той ситуации, которую мы разбирали вначале нет, поставьте, пожалуйста, плюсик, чтобы все понятно. И я, собственно, тогда буду двигаться дальше. Отлично. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Ну, точнее, к следующему инструменту, к следующей паре. Пара евро-доллар. На прошлой неделе мы видели попытки подойти вновь к уровню сопротивления. В области 1.13 даже несколько прокололи максимум, которые были в начале июня, но уже отслеживая, к примеру, 14 июня, это была среда, то есть фактически вот таким быстрым дошли до области 1.13, затем к концу торговой сессии также вернулись уже к локальным минимумам. Что, в свою очередь, нам говорит о том, что, вот, собственно, если мы перейдем на дневной таймфрейм, и давайте приблизим вот это вот 14 июня, потому что с точки зрения как раз вот фигуры, фигур, которые появляются, возможно, это будет понятно. Вот, возвращаясь к теории японских свечей, да, и опять же, почему мы отслеживаем именно день, именно сутки. Вот здесь мы видим такую свечу, которая имеет очень большое количество названий, но здесь это как молот, да, то есть то, что бьет сверху, держим ручку сверху, внизу у нас сам молот, и мы как будто бьем цену сверху вниз, да, вот, практически такая была аналогия проведена. Но, если разобрать, что происходило, да, в этот момент, в этот момент, уже перейдя вот на тот же часовой таймфрейм, мы с вами видим, что в начале дня, да, на покупатели пытались переломить и уйти все-таки выше область 1.13, но уже начиная с 18 часов, то есть уже пришла Америка, как раз Европа уже начинала работать, то здесь уже продавцы взяли инициативу в свои руки и были более, ну, можно сказать, убедительны, да, то есть фактически все объемы, которые были выдвинуты покупателями, их не хватило для того, чтобы преодолеть область 1.13. Соответственно, в свою очередь, вот данная формация, данный сигнал может быть началом, ну, если уж не коррекции, то, ну, точнее, если уж не смены тренда, то, по крайней мере, коррекции в рамках какого-то какого-срочного движения. То есть, ну, вот, собственно, то, что мы видели на прошлой неделе. Соответственно, уход уже ниже вот минимумов, которые были зафиксированы 14 июня на следующий день, мы видим, что опять вновь продавцы берут инициативу в свои руки, уже говорит нам о том, что тенденция, по крайней мере, в краткосрочной перспективе сохраняется именно на снижение. И здесь мы можем отметить несколько элементов, несколько уровней, за которыми мы будем следить. Во-первых, на четырехчасовом таймфрейме важно отметить уровень в области 1.11.08, тот среднесрочный уровень, после преодоления которого, вот сейчас схематично я отмечу, если цена уходит ниже данного уровня, то тогда вероятность уже движения в область минимума 1.08 будет вновь открыта. То есть, мы увидим коррекцию по данному направлению. Соответственно, до тех пор, пока пара торгуется, опять же, вблизи данного уровня, но пока еще его не преодолела тенденция на укрепление, данная покупка, она будет сохраняться. И в свою очередь нам для этого нужно отслеживать локальные уровни. Один из локальных уровней, который мы можем отметить на текущий момент, это максимум, который у нас был зафиксирован в пятницу, значение 1.12.06. То есть, если цена уходит выше данного уровня, закрепляется за ним, то фактически для нас это будет сигнал отмены уже коррекционного нисходящего движения по данной паре. И тогда импульс в область 1.13 вновь может повториться. И тогда уже, получается, не с первой попыток было довольно-таки много преодолеть данную область. То есть, мы видим, это было и в мае, и в начале мая, и в конце мая, и в начале июня. Но пока уровень 1.13 для евро не сдается. То есть, пока пара его не может преодолеть. Соответственно, уже данная формация, данный сигнал может послужить причиной для входа как раз на покупку по данному инструменту уже по следующему импульсу в сторону основного тренда. Но, собственно, если мы увидим уход ниже отметки 1.11 до среднесрочного уровня, то нужно быть аккуратным по данному инструменту. На текущий момент в рамках краткосрочной перспективы мы видим, что пара корректируется. Собственно, если обновим минимум, который был у нас в пятницу и в четверг, то импульс будет сохраняться именно на снижение. Посмотрим, как будет закрыт сегодняшний день. Я напоминаю, что для всех участников у нас на нашем YouTube-канале также публикуется каждое утро ежедневный обзор, который я добавляю на сайт, на YouTube-канал. Поэтому для того, чтобы посмотреть уже актуальные уровни, актуальные ситуации, подписывайтесь на наш YouTube-канал и, собственно, вы всегда будете получать уведомления. Вот ссылку в чат еще раз приложил, кто еще на него, собственно, не подписался. Ну и на наших обзорах мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация по данной паре и по необходимости ее корректировать. Но на текущий момент, еще раз резюмирую, в краткосрочной перспективе мы снижаемся, уход выше максимума 1.12, закрепление за этим уровнем уже даст следующие предпосылки на следующий импульс в область 1.13. Опять же, по сравнению с той парой, которую мы сейчас смотрели до австралийский долг, штрейцарский франк, соотношение риск-прибыль здесь не столь интересно. Поэтому, опять же, важно для трейдера выбирать те позиции, которые могут принести больший результат положительный, чем убыток. И важно уделять этому внимание. Следующее, что мы с вами посмотрим, это пара британский фунт-американский доллар. Не так давно мы видели результаты, точнее, как повлияли выборы, досрочные парламентские выборы Великобритании на курс пары британский фунт, в принципе, британский фунт-американский доллар, но и в целом на британский фунт. И на текущий момент, в рамках того снижения, которое мы видели, пока все остается в этих рамках. То есть тенденция больше обозначена таким боковым диапазоном. Верхняя граница – это область 1,2817, нижняя граница – это область 1,2635. Такой диапазон порядка 200 пунктов сейчас сформирован. Соответственно, если говорить о среднесрочных движениях, то только после выхода в одну из этих сторон мы будем уже выбирать основное направление. То есть если пара уходит выше уровня области сопротивления, то основная тенденция будет в приоритете именно на покупку. Если обновляем минимум в область 1,2632, то тенденция на снижение будет сохраняться. В рамках краткосрочного тенденции на текущий момент мы видим, что сегодня, буквально последние несколько часов, пара закрепляется ниже минимумов, которые были у нас зафиксированы в пятницу, на прошлой неделе. Собственно, данная информация открывает предпосылки на дальнейшее нисходящее движение по данной паре уже в область 1,2632, то есть сохранение движения в таком боковом тренде, то, что мы сейчас видим. Ну и, собственно, уход выше локальных максимумов 1,2813, отменяясь сценарий на снижение, и мы уже увидим дальнейшее укрепление британского фунта, то есть оно будет уже в этом случае более вероятным. По паре австралийский доллар, американский доллар, я напомню, что в рамках среднесрочной перспективы мы отслеживали уход выше локальных максимумов, максимумов, которые были в начале мая, то есть данную область пробили, и на текущем момент тенденция на укрепление австралийского доллара остается также в приоритете. Собственно, в рамках уже более мелкого таймфрейма мы с вами отслеживаем ситуацию, по которой на прошлой неделе, также в среду 14 июня, мы видели уже следующий импульс, который обновил локальный максимум, который был 7 июня, и подтвердил наш настрой на укрепление, что нам ожидать сейчас и на текущий момент. Ближайшая цель – это, безусловно, обновление локальных максимумов, которые у нас есть по данной паре, то есть это область 76.34. Для того, чтобы мы, к примеру, смогли скорректировать наш ордер Stop Loss, я обращу ваше внимание, что пока он находится на тех же практических значениях, что и был за минимум 13 июня. Нам необходимо увидеть следующий импульс уже на укрепление, то есть фактически, чтобы нам цена подтвердила настрой двигаться дальше. Вот фактически, если мы там сегодня или ближайшие несколько дней и увидим обновление локальных максимумов 76.34, у нас сформируется вот такого вида коррекции. То есть у нас был импульс, дальше коррекция, и, собственно, сейчас нам нужно получить вот следующий импульс, то есть найти ту точку, с которой у нас и пошел последний импульс на движение. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вот уже за данную точку, за данную область мы смогли переместить наш ордер стоп-лост, потому что сейчас он находится пока еще в отрицательной зоне. В том случае, если мы увидим импульс, цена подтвердит дальнейший настрой движения по австралийскому доллару, мы сможем его переместить уже за данный минимум. И фактически он уже будет в определенном плюсе по данной ситуации, по данной паре. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление австралийского доллара сохраняется. Цель максимум по данному движению это область 77,32. От точки входа порядка 180 пунктов. Ну а уж если сможем преодолеть данную область, которую пара не сможет, не может пройти уже довольно-таки долго, то цели в области 10, как цели, которые, безусловно, можно рассматривать как цель на несколько лет, вполне вероятно, по данной паре могут сформироваться. Пока отслеживаем больше среднесрочную и крикосрочную динамику по данной паре. Пара американский доллар, японская иена. Сейчас отключу индикатор. Также напоминаю, что у вас есть возможность отслеживать все экономические данные, которые появляются, публикуются по тому инструменту, который вы отслеживаете, приложение Admiral Calendar вам в этом, собственно, поможет. Итак, по паре американский доллар, японская иена. Здесь важно отметить среднесрочный уровень максимум, который был 9 июня. Переходим на часовой таймфрейм и на прошлой неделе, буквально в четверг, цена также пробила и закрепилась за этим значением. До этого было обновление минимума, собственно, краткосрочного минимума, который был 14 июня, его пробили, но затем как раз тот импульс, с которого пошла коррекция, цена его преодолела. Собственно, по данной паре на текущий момент в рамках среднесрочного движения мы можем говорить о том, что пока цена корректирует. Во-первых, цена не смогла пока преодолеть минимум в области 108,11, это минимум, который был 18 апреля, и на текущий момент пара уходит в коррекцию. фактически, мы можем говорить о новом заходе на дальнейшее нисходящее движение, но пока мы не получим сигнал завершения данного импульса, данного движения, пока тенденция в рамках краткосрочной и среднесрочной тенденции остается на повышение. Собственно, ближайший уровень для отмены данного сценария находится в области минимума пятницы, это значение 110,62, то есть, фактически, если цена завтра уходит ниже данного уровня, мы увидим пробой данного значения, закрепление за ним, пробоем для часового таймфрейма берем по крайней мере одну свитчу, которая закрывается, открывается и закрывается за уровнем, то есть, за ценовым значением 110,64, и вот тогда в этом случае движение уже в область как раз 108,90, 109 уже будет более вероятно. Сейчас в рамках часового тенденции мы видим больше повышения, тем более вот сейчас на последние несколько часов обновили локальный максимум и, собственно, пока американский доллар растет. Ну и, собственно, что мы видели на прошлой неделе, к концу недели доллар рос по всем направлениям, по всем фронтам. Пара американский доллар, канадский доллар. Здесь мы также видели на прошлой неделе уход выше максимумов. Давайте начнем с той тенденции, которая на более крупном таймфрейме. Один из уровней, цена подошла от области 1.32, минимум, который был в середине апреля этого года, подошли еще раз к этому значению и, собственно, уход ниже закрепления за этим уровнем откроет предпосылки на дальнейшее снижение пары американский доллар, канадский доллар в область 1.30. И в рамках часового таймфрейма мы видели начало коррекции, начало коррекционного движения на прошлой неделе. Локальный максимум, который был сформирован, далее 15 июня фактически за ним закрепились, его преодолели, а уже в пятницу мы видели уход ниже локальных минимумов, которые были на предыдущей неделе. То есть такая небольшая коррекция, которая была, но сейчас пока отслеживаем часовой таймфрейм, данная тенденция вновь начинает двигаться в сторону как раз снижения. Отмена данного сценария нисходящего по данной паре будет в области максимум 15 июня значения 1.33.09. То есть если мы увидим уход выше данного значения, то продолжение коррекционного восходящего движения по данной паре будет наиболее вероятно. Сейчас тенденция идет на снижение ближайшей цели это область 1.3164 по данной паре. Как цель среднесрочная это область уже 1.30. Еще как одно из подтверждений, которое мы видели уже непосредственно сегодня, цена также в первую половину торговой сессии была восходящей, подрастали, но уже начиная с 17 часов, опять же, когда уже началась американская торговая сессия, обновили минимум пятницы и следующий краткосрочный импульс был на текущий момент подтвержден. Поэтому сейчас в рамках пары американский доллар и канадский доллар тенденция на снижение остается в приоритете и по среднесрочному, и по краткосрочному, и по долгосрочному направлению. Пара еврофунт. По паре еврофунт мы начали отслеживать коррекционные нисходящие движения по данной паре, начиная с прошлой недели, и сейчас все продолжается в рамках данного движения. Один из среднесрочных уровней по данной паре, который мы можем отметить, это область 88,33, максимум, который был 14 июня у нас сформирован, затем 15 июня следующий импульс нисходящий, и сейчас мы видим коррекцию в рамках всего того же нисходящего движения по данной паре. Поэтому здесь важно отслеживать уровень максимально в области 88,34, пока торгуемся ниже данного значения, основное направление остается нисходящим. А если говорить о текущих уровнях для присоединения, то пока они не столь очевидны, особенно по данной паре. И собственно уровень стоп-лосс, то есть та отмена сценария, за которым мы убираем уровень стоп-лосс, она имеет смысл по значению 1,14, но с точки зрения соотношения риск-прибыль это пока не столь интересно. Поэтому дальше будем смотреть на наших ежедневных обзорах, изучать также эту пару и возможно в течение этой недели что-то интересно сформируется. Золото. По золоту мы видим, видели на прошлой неделе преодоление среднесрочного уровня, который находился в области 1258 долларов за тройскую унцию, фактически цена ушла ниже данного значения и сейчас тенденция идет на снижение в рамках среднесрочной и краткосрочной направления по данной паре. Та цель, куда цена может прийти по золоту, она находится в области 1215 долларов за тройскую унцию. Если мы перейдем на дневной таймфрейм, уже в данной области находится более важный уровень по данному инструменту. Поэтому вполне вероятно, что мы можем сейчас увидеть снижение в области 1215 долларов за тройскую унцию, если не будет преодолено данное значение, получить в рамках среднесрочной и краткосрочной тенденции завершение коррекции и следующий импульс на продолжение роста золота. Но сейчас в рамках часового направления мы видим, что цена вновь преодолела локальный минимум, обновили минимум, которые были зафиксированы в пятницу, в четверг и импульс на снижение продолжается. Ближайший уровень разворота, который мы можем отметить, это максимум, который был в пятницу и зафиксировал значение 1256 долларов за тройскую унцию. То есть, если мы увидим сегодня или завтра уход выше данного значения, то данная ситуация может послужить предпосылкой на завершение нисходящего среднесрочного, сначала краткосрочного, затем среднесрочного направления и уже начало следующего импульса на рост по золоту. Но сейчас мы золото снижается. То, что мы видим сейчас на графике. Нефть марки Brent. В пятницу мы видели попытки начала коррекционного движения. В пятницу закрепились выше максимума четверга область 46, 97, 46, 98. И сегодня фактически никаких серьезных изменений, серьезных трендов не было. Обновили локальный максимум, то есть в рамках краткосрочной тенденции пока мы растем, но достаточно близки мы находимся к тому, что цена вернется уже в область торгов, которые были зафиксированы на прошлой неделе. Если говорить о продолжении нисходящего тренда, то область следующих минимальных значений, то есть минимум, который был в пятницу и в четверг, его нужно нефти преодолеть для того, чтобы нам следующий импульс нисходящий уже получить подтверждение для этого. В рамках среднесрочного движения среднесрочного уровня по данной паре мы можем отметить максимум 14 июня значение 48,56. То есть фактически несколько дней корректировались в эту область и сейчас ожидаем следующего импульса уже на снижение нефти в области 45,20-45,30. Ну и индекс доллара по индексу доллара сегодня снижение его не будем рассматривать к сожалению отсутствуют по нему котировки поэтому не смогу полноценно по нему рассказать не успел проверить в данный момент но обязательно мы осветим это на следующих обзорах посмотрим индекс DAX собственно по индексу DAX сегодня с утра мы видели уход выше максимальных значений пятницы что подтверждает крикосрочное направление на укрепление и ближайшая цель которая была по данному инструменту сформирована это движение в область 12914 пунктов по данному активу напомню что индекс DAX торгуется в области максимальных значений фактически исторических максимумов и покупать на самых максимумах всегда довольно-таки опасно не то что опасно а по большей части довольно-таки страшновато поэтому если рассматривать данный инструмент то присоединение как раз непосредственно с коррекцией если она произойдет то будет на мой взгляд наиболее интересным и наиболее оптимальным и так коллеги также я хотел сообщить что со следующей недели у нас стартует курс который называется персональные инвестиции многие из участников как раз кто посещает данный вебинар его проходили и те кто у нас присутствует впервые на данном вебинаре либо делают это не так давно то есть не так давно посещают этот вебинар рекомендую зарегистрироваться на курс проходит на бесплатной основе идет он три дня понедельник среда и пятница начинается он в 18.00 по московскому времени то есть следующее уже первое занятие состоится в следующий понедельник 26 июня сейчас я приложил ссылку на регистрацию то есть туда по ней нужно перейти выбрать дату 26 июня дату начала ввести ваши данные то есть имя, фамилия, почта, телефон нажать зарегистрироваться и я вас смогу добавить на данный курс что мы на нем будем проходить на нем как раз мы систематизируем все знания по инвестициям и по тренингу то есть это не только какая-то отдельная система это это инвестиции как в общем как система как подход то есть мы поговорим о том что такое инвестиции как выстраивать инвестиционный процесс что такое технический анализ что такое фундаментальный анализ еще раз разберем риск менеджмент и как формировать торговую систему вот если вы сейчас чувствовали что на этом вебинаре что-то было непонятно то вот сразу же рекомендую на него регистрироваться и уже более подробно мы разберем то что мы делали фактически сейчас то есть сейчас мы просто анализировали инструмент ну точнее я анализировал вы это следили и отслеживали вот в рамках данного курса в рамках курса персональной инвестиции мы уже более подробно разбираем данный подход данный подход в анализе но в принципе инвестиционный подход в трейдинге можно это так назвать поэтому всех вас приглашаю кто был можно посетить его дополнительно еще раз напоминаю понедельник среда пятница со следующей недели он стартует после регистрации вам придет подробное письмо уже с описанием со временем и когда где собственно нужно быть ну нужно быть онлайн и присоединяемся к нашему вебинару коллеги напомню что если у вас к следующему уже вебинару появятся также вопросы моя почта сейчас я также ее приложу все вопросы которые у вас появляются в рамках данного курса в рамках нашего вебинара который у нас идет по понедельникам вас на него приглашаю ну и хотелось бы сделать еще один небольшой анонс мы в тестовом режиме запускаем формат вебинаров интервью да что называется и первый вебинар у нас состоится в четверг в этот четверг в 20.00 по московскому времени сейчас я также приложу ссылку на регистрацию и гостем вот данного вебинара вебинар интервью будет Вадим Иткулов трейдер который специализируется на волновом анализе и мы с ним поговорим как раз о том как он почему он пришел в принципе к волновому анализу через что он прошел и в формате диалога мы с Вадимом обсудим данный способ в торговле если для вас это также интересно вас приглашаю регистрируйтесь ссылку в чат также написал Максим да коллеги вот также вы можете сейчас перейти посмотреть описание этого вебинара который будет в четверг и очень буду благодарен вашим вопросам которые вам хотелось бы задать к примеру Вадиму с точки зрения волнового анализа то что он то о чем будем говорить поэтому напишите мне пожалуйста также вопросы и я обязательно Вадиму передам и мы их обсудим то есть вот будем пробовать такой формат вебинаров буду приглашать трейдеров из разных направлений из разных сфер ну и не только трейдеров возможно инвесторов и будем уже обсуждать те темы которые наверное затрагивают которые интересны всем трейдерам вот Максим задает вопрос есть ли на вашем канале видео про индексы видео про индексы есть только уточните пожалуйста какие индексы есть ли это индексы фондовые такие как DAX 30 S&P 500 то S&P 500 да их нужно посмотреть плейлист называется сейчас одну минуту а я сразу же проверю но я думаю что так же для всех участников будет это интересно одну минуту есть плейлист который за который как раз отвечает Фредерик да Фредерик Даниэль мой коллега и называется он CFD называется он CFD там на текущий момент вот я вижу что есть видео по DAX по Dow Jones и NASDAQ FTSE 100 и вот собственно еще раз его прикладываю да ну я уже нашел то есть вот можете просто перейти там сможете это найти так же так же завтра состоится вебинар Фредерико Даниэля да вот он как раз специализируется на фундаментальном анализе и все что касается разбора акций индексов с точки зрения фундаментального приходите к нему он вам все более подробно расскажет то есть фактически мы сейчас с вами разбирали те ситуации которые позволяют присоединиться да к тому или иному направлению с точки зрения технического анализа и элементов price action а Фредерико больше специализируется на тех вещах которые влияют да что движет ценой почему она именно пришла туда по издержкам то здесь уже нужно разбирать отдельно каждый из инструментов но как я всегда говорю у вас есть демо счет на котором все условия они практически идентичны то есть вы если изучать какой-то новый инструмент вот у нас к примеру скоро появится также криптовалюта то есть возможно будет торговать в метатрейдере биткоин эфириум рипл такие инструменты мы обязательно сделаем серию вебинаров чтобы рассказать подробно про криптовалюты как это происходит но так как для вас этот инструмент будет новым условия на демо счете с точки зрения издержек они идентичны поэтому все инструменты все первые шаги все первые сделки совершать именно на демо счете и тогда сюрпризов будет гораздо меньше ну и если что-то остается не понятно то обязательно пишите нам в службу поддержки либо вашему персональному менеджеру мы обязательно все вопросы разберем по криптовалютам не все еще пока условия добавлены то есть пока график идет чисто в ознакомительных целях сейчас еще условия не окончательные поэтому немножко нужно подождать неделя-две и мы обязательно анонсируем запуск данных данных инструментов итак коллеги тогда на сегодня будем прощаться всем желаю успешной торговли хорошей недели надеюсь что у вас также солнце в вашем городе у нас солнце даже немножко жарко сегодня и собственно всем желаю хорошего настроения и успехов увидимся на следующем вебинаре который будет в четверг и буду вас всех ждать на курсе персональной инвестиции которые стартуют со следующей недели так всем спасибо за внимание и до свидания спасибо 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 спасибо